всем привет это ольга швец добро пожаловать на мой канал нет худа без добра с вами фэшн фрик русского youtube ольга швец 20 лет посвятившая модельному бизнесу даже с лишним наверное организации конкурсов красоты фотографирую наверно двухтысячного публикуюсь на волк италия делаю офигенные макияжи и так далее как бы говорю умные вещи говорю правду но прирост на канале сгульки но за два года клянусь значит ну на ютубовской рекламе заработала ровно 6 долларов видео моими никто не делится визажисты ходят видимо что-то подсмотреть как пришли так и ушли молча ну и вот как бы остается только одеваться в петрушку да вот как бы хоть одна надежда что кто-то сказал посмотреть какая идиотка и пошлют дальше поэтому как бы будем сейчас общаться в таком формате прошу любите жаловать меня в новом образе много интересного пустые баночки и так аромат может быть или быть может линейка города сейчас это называется париж это больше всего похоже на то что было раньше флакончик выглядит вот таким образом времена меняются вот здесь на обороте наклейка чтобы написано сейчас этот парфюм подойдет разве только что как ароматизатор белья и да простят меня уважаемые изготовители но он из всего что есть в линейках он больше всего похож на тот быть может который вы помните но как самостоятельный парфюм скорее всего нет буду ли брать еще не за что разумеется у вас сразу же появится вопрос что у меня на глазах ну потому что достаточно мило эта палитка от ателье она называется ты 02 вот и она идет из такого шиммерно-белого она такая вся конечно же ухандок она у нас любят ютубовские такие ники без лица мимо проходящие там писать фу-фу-фу я один раз видела потрясный мейк Ирины Абызовой а у него как у любого визажиста который загружен работой а не тем чтобы протирать себе стол точить ногти и значит искать ракурс под которым это все снять круче ну и естественно вся косметика заляпанная была и там значит началось фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу короче так те кто нормально работает тем как не туз протирать некогда покажу сводчик вам значит это палеточка была приобретена в городе париж вот видите да и видите какая пигментация это вам блин не зоева и как там еще что там у нас лорак про ага можно сравнить сделаю еще сравнение не в пользу лора прону будет специально для тех кто его нахваливает он переносится чудесненько переносится вообще весьма их сделан такой одной кисточкой значит палеточка которая была приобретена во франции у нее есть отличительная способность она отличается от тех палеток которые приобретены в россии те которые приобретены в россии них здесь есть дополнительная наклеечка значит ну и там написано индустрия красоты бла-бла-бла и все такое вот у этой палеточки этого нет она приобретена в париже значит и если ее сравнивать теми русскими двумя палетками которые мне подарили французские тени это честно суховатые лучше он скажу они они не хуже они просто суши то есть те тени которые у нас здесь продаются они качественно получше будут но это мое мнение субъективное у вас может быть другое у большинства же у нас какое мнение если франция то это ого-го а если россия то это вот такой вот все значит так поехали дальше что там у меня значит масло очень хорошо работает вы помещаете ампулку у меня где-то здесь была еще пустая ампулка вот такая вот она пустая ее стаканчик помещаешь с горячей водой потом капельку на руки и на волосы переносите тест на аллергию обязательно нужно сделать и в общем буду ли братья я еще это раздаст а скорее всего буду испортился маграф это бренд который я нежно любила наверное начало девяностых у них было такое потрясающее молочко для снятия макияжа да 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 значит чайные розы там какой-то в общем очень такой был аромат приятный привычный продукт работал хорошо да сколько можно падать в общем буду ли брать еще маграф пожалуйста исправляйтесь я любила вашу косметику я хочу любить ее дальше у меня уже не получается потому что вот это вот идет вроде как молочко для тела я использовал как для снятия макияжа а может ведь маграф хорош только для снятия макияжа и больше ничего буду ли брать еще нет не буду даже фикс прайс даже за 50 рублей открытие продается везде вот такими вот двумя склеенными штучками гель и да гель для душа и значит лосьон для тела но если вы захотите купить один из этих продуктов он будет стоить так же как два поэтому рассуждая логически нужно покупать сразу два этот с гранатом он переформулированный познакомила меня с ним ирочка ирочка большой тебе привет большой спасибо и буду ли я брать это еще да буду плосьон для тела я надеюсь там есть что нибудь да вот видите какие пустые вот видите вот он он действительно увлажняющий он очень имеет приятную влажную текстуру имеет очень хороший аромат и он совершенно не дискомфортный то есть я просто привыкла к нему наверное но гель у меня как-то дольше шел и потом вот этот долго лежал и ждал пока тоже как бы кончится гель и в общем вот так собаков крик и так что у нас еще имеется вот 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 вообще пожалуйста обратите внимание я покупал их две прошлом летом одна у меня валялась в визажистом кейсе идет как гиауроновая кислота идет как увлажнение и в общем для ухода за кожей бла-бла-бла все хорошо бренд называться дн и почти как днс но только это другой днс и значит тут у меня первый то стал заканчиваться и открываю этот видите его тут много но сложность этого продукта заключается в том что у него не работает вот это вот штука то есть и в первом видите вот вот она она какая-то неправильная то есть так не должно быть если я беру любой продукт в котором нужно нажимать на помпу я нажимаю продукт поступает то в случае вот с этим брендом все с точностью наоборот то есть ты жмешь на помпу и ничего можно неделю вот так сидеть ничего не изменится я такая ну ладно может быть у кого-то тоже проблемы с этим брендом были потому что и в первом случае тоже были какие-то проблемы и все сложно потому что вот это вот вот это вот оно тоже крутится вы понимаете и это не достать то есть какой гений вот это разрабатывал я не знаю голову мало оторвать буду ли брать еще сам по себе продукт как увлажнение классный но вот эта упаковка вот просто не знаю подпишите дружеский пакт о ненападении с грин мамой и возьмите у них вот эти вот штучки и будет вам счастье только напишите здесь свое название потому что как бы гиауроновая кислота который нельзя воспользоваться это что-то такое сродни не знаю фильма ужасов у тебя алиса как у дыриана грей скукоживает у тебя не остается единственный продукт но его не достать его просто не достать это это даже не лиса вокруг кувшина это вообще просто вот алиса в зазеркале а ты как бы смотришь за этим всем с луны и из через телескоп ну короче я не поняла что я сказала неважно купила вот такую штуку я надеюсь что там еще есть зарядка да зарядка есть купила вот такую штучку это освежитель воздуха вот он кончился в чем его то айрвик и здесь сказочный сад зефир малина роза сменный баллон для таких вот этих автоматических я такая многослойные ароматы тут такие всякие пралинешки розочки малинки там зефирки я такая думаю боже как же будет вкусно пахнуть но к нему моментально принюхиваешь так вот продолжим разговор значит вот этот самый баллончик сказочный сад зефир малина роза многослойный аромат на поверху дня короче оказался такой вот такое знаете ощущение что где-то дома лежит очень много не очень свежих конфет во первых его очень быстро перестаешь слышать то есть только ты когда начинаешь им пользоваться все нормально а потом проходит какое-то время буквально там не знаю может быть неделя и ты просто его не слышишь то есть он где-то там фонит ну с разницей там 9-18 какой там там даже в 40 раз в 40 минут он может выпускать автоматически струйку вот этого освежителя но тоже вот он кончился пахнет приятно правда но такое ощущение что дома где-то в углу лежат старые конфеты буду ли брать еще нет не буду я лучше возьму тот который у меня был до этого такой с ананасом и цветочком вот он классный и не знаю почему но он правда классный и тот я буду брать я его к сожалению я не помню я то ли его подарила когда купила это там оставалось еще прилично но он просто мне надоел но это это вообще ни о чем это выброшенные деньги вы даже слышать ничего не будете знаете и gigantic моя любовь моя морковь это на вас увлажнялочка 24 часа тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык я на Transform лесучий чутку ситят так вот коллаген гиалуроновая кислота увлажнение 24 часа линейка большая пробовала я из этой линейки 3 продукты покупала уже третий раз и буду Покупать Обязательно Пустые так пустые Просто наносите крем каждое утро на очищенную кожу лица и шеи Использовать как самостоятельный ухуд, так и в качестве основы под макияж Да, не скатывается, да, ничего, никаких раздражающих факторов Все отлично, все прекрасно Брать буду, у них есть ночной гель Я беру и беру средства для век В среднем ценник рублей 200 Поэтому бюджетно и качественно Сейчас лето, иметь такое под рукой, круглосуточно, только в плюс Буду ли я брать еще вот эту пасту из фикс прайса, нет, не буду Я даже не могу ее закончить И я не хочу ее заканчивать, я не хочу ее брать И, в общем, и вам тоже не советую, потому что Потому что мне не нравится Мне не нравится все Мне не нравится Она такая полосатенькая Вы помните, как мы в детстве пользовались, видите? Но, ну, не то, не то, не хочу я такое Все, не хочу Значит, крем для рук от Натуры Сибирики Половину израсходовала Мучилась себя страшно Мне не нравится Легкий крем для ежедневного ухода Увлажняет и смягчает Аромат классный Все хорошо Ну, это вот, знаете, это вот продукт, который вот, ну, ну, он не идет, понимаете? Вот бывает так, вот он лежит, лежит, лежит и не идет И ты себя заставляешь И ты себя уже там, я не знаю Иди и попользуйся Да нет, я не хочу Ну, пожалуйста, нужно же добить Не хочу Вот не хочу У них очень хороший зеленый крем для ног Вот он классный А вот это вот все Я мучилась, 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 мучилась Вот знаете, после Фаберлик вот этой трехэтапки Это уже вот нет Органик, шоп, шампунька, голубая лагуна Восстанавливает структуру волос Там делает их крепкий, натуральный, эко, органический, водоросли, жемчуг Оооо Буду ли брать еще? Нет, не буду Почему? Не хочу Пишут, что нет СЛС А как тогда пена появляется? Расчет на идиот Значит, вот такая серия Тоже половинка Мучилась, мучилась Так и не добила В общем, не советую То есть те, кто не брал, не советую Это вот такой нормальный вариант Взять с собой на дачу И там, когда вы поработали в огороде И там, не знаю, помыли ножки Вот у них есть такой крем-педикюр и есть крем-маникюр Вот есть педикюр для ног, маникюр для рук И они иногда продаются в таких подарочных упаковках по две штуки По какой-то очень-очень бюджетной цене Облепиха и масло ши Огрубевшую кожу рук Вот может он с огрубевшей что-то вот делает Но если брать огрубевшую У Невея есть такой соц-линейка Именно на зиму Она вот зимой появляется В магазинах, в супермаркетах Блин, это же крем-педикюр Ну, короче, вот так вот Вот как-то так все Нет, спасибо Моя любовь Если сравнивать с музыкальным произведением вот этот продукт То в фильме «Три мушкетера» помните, такая песня была Констанция, Констанция, значит, там И Д'Артаньян там бегал на деревья, опирался И вот Алфюрова там фонила таким двойным изображением Ее прекрасное лицо Вот это вот то же самое Это Констанция Это классный продукт, которого больше не будет в России То есть мы его любили, мы его пользовали Мы его холили и лелеяли Но это как Констанция Все, была и нету Дело в том, что Фаберлик Не договорился с брендом Дебора Когда начались вот эти перепады с евро Дебора, видимо, решила, что Россия это такой какой-то мелкий, бесперспективный рынок И, как бы, в общем, они не договорились И Дебора, все Вот это я не выброшу Я, наверное, это просто в музей поле чудес Ну, просто чтобы так вот рассказать Какую-то база, она фиолетовая Она выравнивает покраснение Она выравнивает всякие посинения Она вообще все выравнивает И продукт был достаточно такой приличная цена Я его покупала рублей там Что-то в районе тысячи Просто я его увидела Он мне говорит Вот посмотрите, посмотрите А он вот так все выравнивает Круто Что-то такая Он мне говорит Подождите, подождите Это мой Я говорю Ну, теперь мой Сколько стоит 800 с чем-то Пожалуйста Получите, распишитесь И так вот он стал моим И я нисколько об этом не жалела И если вдруг у Фаберлика будет возможность Нужно выпустить что-то аналогичное То есть хорошее увлажняющее Лифтинг Выравнивание и так далее Продукт отличный Вот он реально просто на отлично Вот он, видите То есть он Это просто продукт на отлично То есть здесь нет никакого фотошопа Здесь ничего такого нет Вот видите Вот он выравнил Все побелело Все отлично Все хорошо Все прекрасно Все прелестно Вот Люблю Люблю так, что даже вот с баночкой расстаться невозможно Как я люблю его Но его больше, к сожалению, мы купить не можем Тыкс Вроде бы почти что все Я покажу вот очки Которые я буду Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!